здравствуйте меня зовут юля хотела немножечко рассказать о том как в ноябре мы съездили в израиль начну с того что эмо наша дочка моя она никогда никуда из дома не выезжал то есть она всегда спала только дома никогда не оставалось ни у кого ночевать не у бабушек не у кого вот нам было очень страшно как мы поедем я очень сильно переживала прямо наверное месяца два я просто безумно переживала как мы поедем как она перенесет дорогу потому что дорога была очень долго это 4 часа на машине до аэропорта самолет около пяти часов и потом где-то после самолета в израиле тоже на машине где-то может получиться минут сорок вот и как ни странно мы добрались просто просто хорошо не про хорошо вы замечательно вот в машине ночью хоть она и не спала мы приехали в аэропорт она была очень счастлива тоже не спала как ни странно набегала она играла хоть места были новые она не особо на тот момент как бы любила новые места но все равно набегала играла пока мы проходили контроль она немножко поспала в самолете на тоже не спала вот но мы и поставили мультики то есть ребенок два года и пять месяцев почти пять часов просидел на просидела она на своем месте смотрела мультики играла в игры где-то с нами но в общем перенесли без истерии никаких плачей не было никаких скандалов то есть в самолете люди даже поспали дорогу обратно она была очень сильно уставшие очень сильно уставшие но она не плакала не истерила на никому не мешала никому не не принесла никакого неудобства вот единственное когда мы приехали в отель первые наверное два дня она нас жутко просилась домой то есть она садилась в коляску и просила чтобы мы наконец-то уехали на третий день я рассказала давиду об этом вот что ребенок просится домой вот и все после этого как-то она адаптировалась в отеле и все было хорошо вот потом расскажу про что рассказать про наверное процент когда это наверное то место куда заходишь и выходить просто не хочется потому что все люди очень в центре все очень не просто добрый да просто состояние такого как будто пришел к себе домой вот все семьи которые приезжали на тот момент когда мы приехали было очень много семей я не знаю может быть у нас так получилось были все хорошие но все хорошие то есть если кто-то один шел на процедуру другие могли присмотреть за ребенком учитывая что в центре тоже есть сотрудник до который смотрит за детьми на тот момент когда родители на процедурах но все равно все друг другу помогали каждый относился чужому ребенку как своему вообще душевное состояние было когда заходишь центр и уходить просто не хочется это то что вот сейчас когда мы по привет приду домой очень сильно не хватает вот именно самого центра ну что еще рассказать ребенок меня безумно полюбил автобусы вот ей она первый раз жизни куда-то садилась кроме своего кресла в своей машине и плюс это был автобус это была куча народа автобусе просто много народа иногда просто все толпились еще это нравилось особенно если было свободное место ей удавалось туда сесть ребенок был просто безумно счастлив чтобы что мне больше всего понравилось больше и больше всего мне появилась мой муж вот мой муж стал наверное, за 22 года в Израиле папой. Он стал просто заниматься своим ребенком. Она стала к нему подходить. Она его полюбила, как папу. Ложила с ним спать. Она начала его целовать, обнимать, как меня. Раньше у нас папа был так, поулыбаться и все как бы. Ну, там, не спать с ним, не играться с ним, ничего такого. То есть, в Израиле он стал папой. Хочу теперь рассказать о самом центре, о специалистах. Не буду рассказывать про волшебные руки Юсефы. Хочу, чтобы каждый, кто приехал в центр, на себе все это ощутили. Вот. Я еще раз поняла, что может Давид. Вот. Это тоже, наверное, чтобы ощутить, нужно просто приехать в центр. Потому что, как бы, очень сложно рассказать. Вот. Мой муж безумно влюбился в шломы, да? Шломы. Который управляет косточки. Учитывая, что спина моего мужа постоянно болит. Вот. Вот это все похрустеть. Это было... Это было просто фантастика. Вот. Я помню, как мой муж застудил спину. Пришел, говорит, безумно болит спина. А Сафт наставил ему иголочки. По всей правой стороне, включая пальчики на ногах. Вот. Через полчаса просто, просто боль ушла. Мой муж говорит, не болит спина. Как странно, не болит спина. Вот. Вот такие вещи. Просто фантастика. На самом деле. Вот. Хочу поблагодарить доктора Аркадия за мою спину. Вот. Все боятся доктора Аркадия. Я нет. Я не боюсь. Мне все понравилось. Вот. Спасибо вам огромное. Вот. Емма так не думает. Емма на массажах всегда кричала. Да, Емма? Да? Вот. Что еще хотела рассказать? По приезду в Израиль на второй день мы пошли в старый город. К храму Христа. Это очень сильное ощущение. Дотронуться до всех святых мест. До храма Христа. Дотронуться до камня. Вот. До святого камня. Постоять и поплакать возле стены плача. Это очень сильное ощущение. Вот. Очень мне понравились все наши поездки с Андреем. По всем святым местам. Все наши экскурсии. Хочу Андрею вот особенная благодарность сказать. За то, что вот эта вот наша экскурсия, которая началась с утра пораньше. И как бы тоже ребенок маленький. И мне очень понравилось. Ей очень понравилось кататься. Везде все смотреть. Она ходила везде пешком. Она вела себя как герой. Вот. Ну, Андрей молодец. Поехали идти в этот храм. Теперь поедем в этот храм. Теперь поедем в этот храм. Уже и сил не было. И ноги болели. И я уже думаю, господи, как все болит. Очень устала. И поедем в этот храм. И в тот. В общем, спасибо Андрею. Мы были везде. Я не знаю, где мы только не были. Вот только по приезду домой. Мы понимаем, что слава Богу, что мы везде поехали. Что мы все посмотрели. Конечно, мы приехали домой очень поздно. Но мы видели все. Я не знаю. Наверное, уже была ночь. И было уже просто сильно темно. И когда Андрей сказал, ой, есть еще один храм. Ну, мы, наверное, уже до не успеем. Потому что там уже закрыто. Вот. Было очень здорово. Очень красиво увидеть все эти церкви. Все так необычно. Все так красиво. Если вы кто-то поедете, и будет холодно, будет зима. Вот. Если вам кто-то скажет, берите с собой купальник. Пожалуйста, поверьте и берите с собой купальник. Я как бы не поверила. Потому что в ноябре было, ну, прохладненько. Ходили в куртках. Даже иногда в шапках. Вот. Ну, я вам точно говорю. Мертвое море. Это там, где очень жарко. И на самом деле нужен купальник. И правда вы... Мячики, да. И правда вы будете купаться. Так что прям верьте и берите с собой купальник. Я сделала таких несколько видео. Потому что я как бы теряюсь. И никак не могу сразу сообразить все, что мне надо сказать. Самое главное, что я забыла. По приезду в Израиль. В отель конкретно. Вот. Немножко страшно, потому что теряешься там. Куда надо... Поскольку надо проснуться. Куда нужно поехать. Куда ехать. Как ехать. На чем не заблудиться бы. Потому что ничего не знаешь. Другой язык. В принципе, я... С сознанием английского все нормально. Потому что, мне кажется, каждый первый говорит там на английском языке. Поэтому, в принципе, не так сложно для людей, которые говорят на английском. Но вообще, по приезду в отель всегда находятся в отеле семьи, которые уже или скоро уезжают, или только приехали, или уже неделю, или сколько-то там находятся. В любом случае, они к вам придут, они вам все расскажут, они позовут вас с собой с утра поехать вместе, чтобы не потеряться. Вам все расскажут, вам все покажут. Очень организованно в этом плане. Потому что мы, когда приехали, вот нашла семья, которая... Спасибо, Вика, твоей семье. Всем спасибо. Нашла семья, которая нам показала, когда ехать, как проехать, на чем ехать, во сколько. Вот. Все места, как пройти в старый город. То есть, обязательно вас найдут, придут, все вам расскажут и покажут. Вот. У вас будет телефон связи, по которой вы можете связаться со всеми сотрудниками центра. Вот. На самом деле, все очень организовано. Поэтому не стоит бояться, пугаться и теряться. При выпуске из центра моему ребенку, как бы, ну, сказали, что теперь... Теперь нам осталось заниматься со специалистами. Конкретно по развитию моей дочки. Вот. Я, наверное, еще сделаю отдельное видео. Вот. Мы сейчас занимаемся со специалистами. Мы, в принципе, всегда занимались. Но вот сейчас, как бы, очень, достаточно усиленно. Вот. У нас замечательные специалисты, тоже профессионалы своего дела. Вот. По совету Юсефа и всего центра, мы будем заниматься. Я расскажу о наших успехах, обо всем, чему мы научились. Вот. На данный момент мы научились произносить буквы. Вот. Спасибо центру за то, что нас хорошо так встретили. Спасибо. 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 Спасибо.